Ожидание 15 этажей с комфортными квартирами и двухуровневый паркинг. Реальность – долгострой с непрочным фундаментом. Проект жилого комплекса «Лидер» в северной части Ульяновска начали в 2014 году. На тот момент сомнений в том, что дом достроят, не было. На счету застройщика 500 тысяч с данных квадратных метров. Это информация с официального сайта ЖК. По факту же последние четыре года на стройплощадке тишина. Длительное время находились без консервации. Пришли в негодность конструкции несущие. И сейчас как раз на объекте «Рослюксембург» мы заканчиваем работу по обследованию фундаментов и несущей конструкции здания. По результатам этого обследования будет принято дальнейшее решение, что с ним делать. То есть укреплять, сносить или достраивать. Пока ждем этого решения на сегодня. Дмитрий Плохих добавил. Предварительные сроки сдачи дома идут вразрез с законом. Люди ждали слишком долго. Сейчас стоит вопрос о компенсации денег. Их дольщики смогут получить, как только федеральные эксперты поставят точку в госэкспертизе. В любом случае решение примут в пользу обманутых покупателей. Их мнение в этом вопросе выслушал глава региона. Просим вас только ускорить любой из этих вариантов. Действительно, максимально возможным способом ускорить эти моменты. И, знаете, отнестись к вопросу проблемы обманутых дольщиков, как к вопросу решения проблемы обманутых дольщиков, а не просто закрытие этого вопроса. Мы готовы на компенсацию, например. Потому что эта стройка опять это 2-3 года. 2-3 года минимум опять. Ввод в эксплуатацию, благоустройство территории, полностью принять – это очень долго. А вот в ЖК «Молодежный» и благоустраивать нечего. Еще на этапе проектирования места для парковки, детские площадки и лавочки не вошли в план. Но это не главное. Дом-призрак стоит в тишине уже 6 лет. Алексей Русских обнадежил. Ипопея завершится в течение месяца. В этот срок федеральный центр примет решение достраивать или возмещать потери. При втором сценарии часть людей беспокоится, не останутся ли в минусе. Потому что как бы так ни произошло, что выплатят компенсации ниже реальной рыночной стоимости жилья, а потом через год его достроят и продадут совершенно по другим ценам. На что глава области ответил – ситуацию каждого дольщика рассмотрят в индивидуальном порядке. Впереди долгий процесс передачи дома федеральному фонду. Предварительно процедура завершится в сентябре этого года. Это принятие федеральным фондом решение о выплатах. В принципе, часть выплат мы можем уже в 2022 году успеть. Всего в Ульяновской области 10 подобных проблемных домов. Два из них в Димитровграде. Строительный надзор установлен за каждым. За 2021 год проверено 113 объектов долевого строительства. Назначено 46 предупреждений.